всем привет дорогие друзья сегодня неизвестно какое число нет известно 29 января своими полина малахова и артоваз на радио и прекрасный павел болотский и сегодня мы вам расскажем о тех новостях которые были за вчерашний день и не могу обещать что не будут интересны или веселые они будут интересны и веселые мы постараемся да но мы сделаем все чтобы это произошло и они стали интересными и веселыми вот в первую очередь полина может и хочешь что-то сказать типа я скучала перевозить да я очень скучала всем большой привет и отдельный привет тем не у флагом который спрашивает за тюку чуваки я веду рубрику почта в журнале граммания поэтому можете писать мне всякие письма в виду вместе с алексеем можете просто на имя полина они будут возвращаться обратно не такого пост собака игромания точка рот знаете со слов великолепная прекрасная полина у меня есть вопрос если вы разрешаете хочу его дозволяете дозволяете я хочу задать вот сегодня из моих объявлений они не такие радужные и веселые как у полины в конце да у нас будет розыгрыш как всегда ждать гифт карты для подписчиков специальные к приходу полины готовишь ладно перейдем к релизам дня сегодня точнее вчера было во что поиграть новое и этой ночью тоже до новая глава приключений прекрасный лары крофта добралась до консолей до консолей до консолей для сада самых главных консолей который называется пока релиз состоялся на письме rise of tomb raider одно из ну очень-очень годных игр прошлого года скажем так ну да 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 все кто хотел в игромании почту все уже да и артемий помда стримить обещал да но у него произошла несовместимость компьютера с игрой ну там что-то у него сломался не смог нормально по стримить потому что то есть играл играл а потом начал стримить и все все не получилось настолько она прекрасная вот что ты скажешь прекрасная игра всем я рекомендовал уже 100 миллионов раз она мне очень понравилось если нравится ты играл в период но перезапуск 2013 года ну да ну и врач тоже уже сейчас и райс нет откуда меня нет xbox one у меня тоже нет но я из редакции упер на два дня ну нет я не буду тащить из редакции консоль огромные тяжелые рубка крупка нежная женщина да что я хочу сказать мне очень понравилось она же стим сейчас появилась даже у нее классный просто скриншот из с рекомендациями где лучшие оценки выставлены очень вынушает оценка 90 баллов от forbes вот я считаю что это лучшая рекомендация для всех геймеров я не знаю форса одобряет на конусе ну раз forbes одобряет все геймеры просто в восторге что forbes одобряет я думаю нет на самом деле так вот но не важно это вообще не важно они угадали в этот раз игра действительно хорошая кухту игры на персональных компьютерах разработчики подготовили еще и новый видеоролик который вам паша сейчас показал следующая игра этот dragon quest builders вышла на playstation 4 ps vita playstation 3 но пока только в японии поэтому не знаю зачем мы не рассказываем это новый эпизод ролевого сериала но мы у нас проскакивала в новостях несколько раз когда анонсировали чем это dragon quest майнкрафт прикинь да я анонсировали какой-то из ну типа полгода назад на только гиршоу по моему показывали но странно честно говоря решение я люблю может быть драгон квест на самом деле суши но dragon квест 7 и 8 до сих пор не вышли на западе может быть 8 вышла 8 вышла playstation 2 я про переиздание последние когда вышли на 3ds переиздание да они еще не вышли как бы лучше бы их выпустили короче да я хочу драгон квест 8 не хочу драгон квест builders хотя на самом деле забавно я может даже поиграл если бы черт возьми это реально майнкрафт но это майнкрафт для тех кто не хочет быть типа мейнстримовым и играть майнкрафт а хочет такой знаешь японский майнкрафт ну чтобы я знаю кто будет в это играть захар нет временно время захар в майнкрафт же не играет время не может он теперь нинтендо работает так вот поехали дальше shadow pipeter кооперативный приключенческий платформер появится на вью в нее точно будет играть захар в нем мы играем одновременно за мальчика и за его тень их разделил злой шарманщик игра уже вышла на пока да в 2014 году спасибо за бета-тест пкшники и обладатель игра очень похоже на то что же однажды выходил на вид там была та же штука с тенью где ты тоже нужно было вращать по разному предмет и поэтому по-разному менялся рельеф для тени но немножко похоже на вот этот господи нуарный вот этот платформер с девушкой на playstation 4 который да да я тоже забыл как место я тоже о нем вспомнил но забыл какой-то простой одно слово было бог там что-то было давай не будем это сейчас будет сейчас я почти вспомнил я почти вспомнил но нет да да и так будет кстати вархаммер 40 к тернул крусейд появилась в раннем доступе steam онлайн выбор находится на стадии альфа версии даст доступен лишним в игре будет доступна лишь небольшая часть контента пока что событие стратегии романс of three kingdoms 13 13 часть происходит в вселенной династии верьерс игра вышла на пока playstation 4 и xbox one пока поддерживаются только японский китайский язык немножко бесполезный релиза дня потому что две игры вышли в японии и ну и все но если вдруг нас смотрят из японии да или из китая вы сможете поиграть в романс of three kingdoms вот а если из японии то в две игры сразу вы можете поиграть dragon quest minecraft также известны как builders и опять-таки и в романсов на вите запускаете вот одно на xbox one запускаете другой и вот так играть еще вию вот это вот игрушку отлично отлично и на этой на фитнес-доске я не уверен что она подходит к вию от вина неважно неважно вообще подходит да круто тогда важно вот на этом релизы потрясающие закончились на сегодня но tomb raider тут как бы вне конкуренции всем играть а то что там брейдер кстати вышел именно сегодня я узнала из инстаграма подруги то есть листал такой у него там реально скриншо значит она фотография значит она сидит там не или нвер такой весь мерцающий такой со всеми вот этим все короче ночь не спала играла вот так вот такие игра правда хорошая мне очень понравилось поэтому я прекрасно понимаю я тоже когда привез домой боксе я просто сел начал играть всю ночь играл так вот мне хочется поиграть да не забей игры это фигня почта почта письма писать ответы вот эта тема вынимаешь читать тексты играть в игры это это для слабых духом людей да да я слаб я слаб это все из-за сифилис да да у его рога причем мне очень грустно из-за этого я слабил ладно следующая новость кстати об интересной игре team 17 выпустит игру которую придумал 16-летний гейм-дизайнер team 17 если вы может быть вдруг забыли это разработчики и издатели таких серий как ворс sheltered alien breed и еще нескольких других главный ворс на главный ворс да как бы в общем они объявили о сотрудничестве с независимой австралийской студии хэппи би счастливая пчелка такая да ничего так жалко сразу видно что название 16-летний мальчик придумал так там и название самой игры в и пузы вот у меня в названии игры мне нравится ну окей хорошо зовут юношу энтони тан впервые скриншоты он запустил на портал reddit и они очень красивый реально очень классный визуальный стиль это привлекло старший гейм-дизов из team 17 и они в общем-то решили взять его под свое крыло могу процитировать что говорит деби бествик генеральный директор студии team 17 энтони невероятно зрел для своего возраста это чего он успел достичь впечатляет team 17 помогает нескольким студиям по всему миру и я лично очень рад что мы можем помочь это не добиться цели рады сотрудничеству с ним в общем энтони тоже очень рад сотрудничество с ними вот что собственно это за игра это путешествие олененка и его мамы по мистическому миру наполненному сюрреалистическими образами на создание игры отрока вдохновили работу студии гибли и мне кажется не только гибли на самом деле стиль же похож на монумент вэли честно говоря похож и на игру shelter вот которая была про барсу шелтер до монумент вэли и все прошло похож вот именно эти пол игры прошел как минимум я все прошла с дополнительными частями шкаку я геймер вообще до мобильную игру прошла вот и геймер серьезно со стажем с платным dlc ладно ладно в общем да музыку пишет джемри волосы из группы summer camp если это чем-то вам говорит ждем релиза короче не знаю мне нравится как выглядит игра я даже заинтересовался мне интересно что может сделать 16-летний ребенок с игрой возможно это будет даже лучше чем то что делают взрослые дядечки но ты знаешь эти чуваки сделали beyond а из по моему этот который прослепую девочку приходит очень мне кажется вы что-то в труде это то есть какой-то как бы притча такая знаешь некая будет визуально выглядит визуально поэтому не знаю beyond айс все-таки тоже визуально очень красиво да но в нее играть не хотелось Артемию хотелось Артемию любит играть во много странных игр которые причиняют непонятно что но ну неважно а знаешь я еще подумала это же разработчики team 17 разработчики ворумс это представляешь идут такие красивые олени и тут выползает червя из базуки да и нету оленя да ножки мне нравится твой ход я надеюсь такой игра и будет выглядеть ужасно давай дальше тоже про страшную игру который причиняет боль и страдание да великолепную страшную игру бандай нам показал новые скриншоты dark souls 3 что может быть лучше день не мог быть лучше этих мрачных скриншотов значит это выглядит примерно так же как вчера москва сейчас выглядит ничуть не лучше поверь я чуть не утонул пока шел я чуть не утонул и трижды чуть не сломала ногу там мне нравится небольшое отступление но это боль вообще я выхожу ну и иду от метро когда там просто такая лужа да 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 там такая протоптана чуть-чуть сбоку очень скользкая очень скользкая снежная дорожка и ты вот по ней идешь и думаешь вообще выживешь ты или нет в общем люблю люблю такую погоду по всем сердцем также как dark souls бандай намка опубликовала подборку новых скриншотов на них запечатлены новые локации знакомые по предыдущим систем серии монстры а также новый бестиарий японии dark souls выйдет 24 марта повезло японцам а на западе появится 12 апреля где-то на 2 и можем шутить что dark souls ты просто космос dark souls ты просто ты даже не шутка это все правда релиз запланирован да на пластичный 4 зокс one и пока dark souls 3 вообще я очень жду но я не смешно быть крутой скриншоты я смотрю и да тут не только скриншот тут еще концепты есть с монстрами вот это вообще на просто ты сможешь на вот этот мост замок непонятно что и я не знаю я я вот такой люблю как после бомбежки дрездена хорошо что ты позитивную ноту внесла в наш утренний эфир вот а это на кого походовой какой-нибудь тоже мочи вот женщина со свечой на голове нам на мумию которую облили свинцом раскаленным и сверху поставили свечечку так типа ну там типа на а этот несчастный синий мужчина похож на захар похож на за сага вот тут я с тобой согласен в общем я это на георга который уже в последней стадии своей болезни находится да и и такой где номера нужно сдать да 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 вот такой вот белый пушистый вроде бы а вроде нет в общем все выглядит потрясающе я очень жду это я не знаю мне кажется что соус не нужна из представлений я уже всех наверно задолбал вообще своей любовью к ней но вам придется этим жить ты любишь соус ты же не любишь соус ты не играешь соус но смысле я видела сколько боли причиняет это людям которые в нее играют причем физически потому что хочется геймпад я не знаю мне боли не причиняет я не понимаю людей которые у которых бомбит от того что они не могут что-то пройти но я не люблю так он смысле я не вижу особого смысла тратить время на то что мне не получается очевидно не получается попробуй может ты будешь я пробовала я тут супер крутым я в первых управление не сразу разобрать пришла немножко там кривоватенько было бакабра 2 нет вот мы короче не много надо кнопок нажимать да она реально для для сложная я лучше что другое поиграть что принесет мне больше ощутимого удовольствия чем я не как бы не уменьшаю и достоинство просто игра не для меня ну жаль тебе стоит попробовать мне кажется должно понравиться ты должна получить удовольствие попробуй блатборн можно здесь иди по пути меньшего супер попробуй блатборн он тебе может понравится больше можно сделать первоапрельский стрим где полина пытается пройти блатборн у нас на 1 апрель уже запланировать стрим по half life 3 ну это будет блатборн нет это будет half life 3 как может быть half life 3 быть блатборн женщины что ты говоришь нет ну хотя да но нет ладно поехали дальше тут собственно визуально арты разработчики мафия 3 показали концепт-арт игры собственно новость а вот в этом стоит посмотреть на экраны думаю сейчас паша покажет очень много новостей про картинки до картинки про музыку тоже будет в официальном твиттере мафии 3 выложили подборку игровых концепт-артов можно рассмотреть модели классических автомобилей ушедшей эпохи пожалуй самое лучшее самое интересное что меня привлекает в мафии 3 интерьеры пейзажные наброски локации района нового орлеана 60-х окрестностей мексиканского залива и загородной территории выйдет игра на всех актуальных платформах в июне считается не раньше апреля в южи не не актуально но пока не вышла новая консоль нинтендо она как бы ну ладно еще актуально на ней же вышла игра шеду пуппетир новинка но вероятно через через скором будущем как говорят диванные аналитики выйдет новая консоль было бы круто если бы они делали как вот apple типа вот анонсировали завтра уже продается но это маловероятное развитие событий но apple клепает айфоны каждый год поэтому я не хочу чтобы нинтендо выпускала по одной так себе консоли раз в год чтобы к пятому релизу было нормально а я хочу что кстати они так и делают это у всех 3ds потом 3ds xl 3ds а 2ds но это все одно и то же просто вот именно но как у apple понимаешь и все это пытается продать за новые деньги еще и зарядник жмотят понимаешь положено это да это странно но но с большими консолями так не получится к счастью потому что они просто не получат поятным причинам я жду мафию 3 мне нравится она очень похожа вот первый 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 концептор чем похож на дарксалл стрим да это похоже на дарксалл стрим кажется они просто сперлик оставил логотип это точно бладборн потому что есть там в бладборне все вокруг луны вертится на самом деле я жду мне интересная эпоха мне интересна тема я надеюсь что будет интересно играть в это потому что на втором мафии был очень спорный я во вторую не стал играть потому что меня ну не знаю уже начал раздражать ну ну то есть они вот эти перестрелки вот я не знаю почему-то меня вот смотрел я видео и ну по-моему да я смотрел видео и ничего так прям вот не хочу играть прямо в мафию 2 вот такое прям было и и подумал что поиграем как-нибудь потом то что мафия 1 не очень светлые впечатления а гонки на боли норм понимаешь самое обидно было в детстве что я такой тяжело играю там перед сном потом нас на утро просыпаюсь брату курить слушай там в мафии отдули вообще я не понимаю как это играть с трудом прошел это я с второй попытки одолел я такой у тебя нет брата ты мне не брат да не не он есть но и это не георг и это не георг да да и все хорошо машинки машинки мне нравится как минимум в трейлере уже дали понять что с музыкой будет все окей вообще да и это радует надеюсь но история наверняка тоже будет интересная стандартная мафиозная история скажем так но они в принципе все с долей ну потому что там всегда есть кто-то предатель всегда что там ну то есть такой стандартный замут наверняка то есть интересная завязка там про ветерана с вьетнама вернувшегося домой его втянули в эти мафиозные разборки интересная система там уже будет несколько этих твоих генералов которые как они там генералы или как-то командиры очень твои подчиненные до с которыми ты можешь работать всячески среди которых один этот из второй мафии главный герой вот ну не знаю я жду мне интересно но без какого-то безумия ну то есть я с удовольствием поиграю но пока я даже не знаю что в итоге получится чтобы музыка там была обновляющаяся не как фоллаут 4 когда там 12 мелодий по кругу крутится такой ненавижу вот фоллаут 4 да очень очень мало музыки именно на радио я имею ввиду да да радио конечно я имею ввиду там есть классические еще радио но его классическая тоже надоедает ну не очень хочу в пустошах я говорю про фоллаут я перестала я перестал его могу сломать но не буду вот фоллаут 4 просто перестал радио включать и там на самом деле такая крутая музыка в самой игре когда вырубаешь радио поэтому все нормально вот попробуй без радио победа тоже когда ловится станции не но это да но большую часть времени пробуй да может быть я просто отключил игровую музыку хотя фиг за я вряд просто выруби радио и сразу ты услышишь игровую музыку какое-то время ладно поехали дальше на новых кадрах из far cry primal показали персонажи и дикую природу прям не знаю смотри а посмотри сиди появились новые скриншоты на них показали помимо этого еще и территории где развернется действие нового проекта не совсем дикая природа тут еще есть людишки на новых кадрах можно увидеть стран хорошие причёска отличная кстати вот первый скриншот вот где женщина держит тебя за руку такая постриженная наполовину вот с ушами на шее чужими знаешь проблема всех фар край как мне воняет вот это все разложившиеся уши когда в играх придумают ну как передавать запахи как какие-нибудь экспериментальных кинотеатрах тогда можно в этом обсуждать а так я думаю кстати нет они не воняют знаешь почему то что они свежесрезанные то есть это трупы валяются поляда да да поэтому лучше я бы не давала и свою руку бы я и точно не давал на новых кадрах можно увидеть странных призрачных оленей и сову не знаю но так написано может быть там дальше это похоже на этого спекта патронус вот это да да гарри поттер и георг заценит помените мое слово георг поставить девятку ну вот только потому что там есть женщина с ушами да нет потому что там есть патронус почему женщина он же фанат гарри поттера ну я знаю нет просто женщина с ушами прикольно да она не с ушами она это про это я подумал что но пауха они вот в общем много разных персонажей можно видеть это вот патриклятую женщину которым уже упоминали сто раз с ушами мужчину с камнем давай прям так он без руки искать с камнем все что не осталось до уши на месте уши на месте это не только сам человек который руку давал потому что да судя по всему детектив и граба и выяснил это главный герой который держит камень в одной руке и нет то потому что на предыдущем кадре он отдает женщина с ушами свою руку она ему отрезает ну вот так же там показывают этого злодея которого в трейлер у него с лицом очень плохо все а у него еще это чьи-то кости я думаю это броня из да из костей да это это норм это это работает призрачные олени треклятые опять-таки совой которым нулю природа это тоже есть олень которого мы не видим просто как суслика он там есть а вода он да это да бэмбе вот что я могу сказать с far crime с четвертым и вот с новым такая вот беда не выглядит на скриншотах просто потрясающе когда ты смотришь геймплей посмотрел геймплей пока и пара ему так нормально нет то же самое что far cry 43 его ну блин ну вот ну правда там да ну то есть там звуки те же анимации там анимации те же принят что были в третьем far cry 3 года назад или сколько он там 4 4 анимации те же что были в скайриме 5 лет назад неважно fallout я люблю я предвзят хорошо вот но вы не знаю ну fallout и делали сколько лет там куча всего нового огромный мир там какой-то безумный абсолютно крафт-оружие здесь этого всего нет здесь тоже самое из ну из того что я вижу конечно я уверен вот кран не будет какого-то чумового там есть крафт-оружие но там ну довольно из того что показывали довольно-то мужик с камнем он был даст этим обработанным с камнем обработанным да вот это есть крафт сделай мужика с камнем вот для меня это немножко растает то что в целом сеттинг очень нравится все очень нравится но выглядит это как будто знаешь что покупаешь вот far cry 3 такой к нему выходит аддон да 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 согласна и и при этом вещь вот юбисофт ну не знаю честно говоря когда только хотя бы анимацию снимания шкур с животного меняли я когда впервые увидела трейлеров от рай был правил вообще подумал что это dlc для четверки что такой спин-офф dlc потому что выглядел вообще один вот я жду far cry primal но я не ну я знаю что жду но это я чувствую что не понравится что будет плохо ну не жди это само мне нравится я хочу поиграть но я опять я знаю как это с четвертой частью будет я очень ждал запустил побегал и когда вот я столкнулся с осознанием того что блин я не хочу вот вот ну опять то же самое то что ну уже хочется какого-то движение вперед я такой вот но я надеюсь что у юбисофт все нормально там продастся что они заработают кучу денег чтобы выпускать дальше такие игры как сиджа и дивизион которые приятно играть и сделать beyond good and evil 2 да beyond good and evil всякие вот другие проекта это пусть живет и здравствуй давай немножко про игры для души да про про игры для души для полины да 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 специальная новость для меня вышел новый трейлер игры он рейвил провязанного чувачка кого из ниточки сделанного посвящен игровой музыки суть какая в ролике творческий директор мартин салин или солен как что салин полетали мартин салин так звучит по-русски рассказывает о том что музыкальная составляющая игры очень важно и игра передает шведский дух разработчиков этой игры и поэтому для создания музыкального сопровождения были привлечены намеренно именно родные их шведские музыканты которые вот у них музыку соседи уже короче да там друзей с личной клетки попросил чуваки напишите пожалуйста вышел с гитарой такой сейчас все будет на клавесинчике скорее но неважно ну в общем что я могу сказать просто посмотреть можно новые кусочки геймплея послушать музыку она приятная на самом деле ничего особенного в ней нет я ожидала абу абу и нет вот игра уже скоро выходит на опять-таки всех актуальных платформах это пока xbox one и playstation 4 9 февраля уже я очень жду совсем скоро я тоже приятная просто нравится мне кажется что нам в итоге будет сложнее и сложнее а там же суть того что у чувачка вот ниточка которая работа на заканчивается если это закончится чувак умрет а ее нужно расходовать для того чтобы выполнять разные задания поэтому мне кажется будет просто очень грустно не но я думаю там с балансом все нормально или ты ты не умеешь в загадке нет я имею загадки но я переживаю за персонажа меня например очень больно когда мне сэкбой умирает там застряв текстуре надо происходит типа очень часто но сэкбой умирают часто да то есть ты играл little big planet ты играл я играла проходил все три части по мне будет я прошел мне кажется нет там столько багов было я два раза запускала ее вначале и два раза и из игры выходила потому что загружать консоль а я решила про я бы не много наиграл не третье не прошло первые 2 я не с большим удовольствием просто не кооперативный у них приятный 4 вообще она для вечеринок больше то есть собираешь там компань там трое-четверо человек и играешь это офигенно правду из маги раз лучше уже это собрал трое-четверо человек то что мы на новый год играли такое то есть вместо того чтобы смотреть всякие там вот эти поздравлялки на улице было очень холодно мы реально собрались или просто и ну под выпивая и смеясь и друг друга подставляет там же даже может друга подставляет начать тебя плюхи отвешивает сталкивать прикольно было лучше походу визуально прикольный поехали дальше главная новость сегодняшнего дня общими общего захар и включил просто куда-то в середину блока american контракт simulator отправит игроков калифорнию неваду играешь в эту игру великолепную я знаю что есть армия фанатов я не понимаю я не понимаю этот феномен просто для меня но то есть я просто не дальнобойщик душе я в душе дальнобойщик я просто даже для меня игры про дальнобойщиков я очень знаю что мы отходим от темы но сейчас вернемся игра дальнобойщики 3 ты просто типа садишься в грузовик и просто едешь вперед да иногда бог все ну то есть тебя такой геймплей это знаешь я понимаю есть то есть определенная часть людей которым нравится это здесь на которой играет симулятор там фермер поезда японский вот это штуками со всеми или там симулятор гражданского самолета я я на самом деле для меня это знаешь это как что-то такое неизведанное такое таинственное и мне кажется что люди которые играют такие игры они обладают каким-то тайным знанием возможно вот которая но это сия слишком глуп для этих игр вот но неважно я правда очень медитативно потому что наверняка есть любители таких симуляторов у нас это получается как некое путешествие которым ты собственно ничего особо не делаешь джорни да типа джорни только для тебя не требуется особо никаких усилий да и выглядит игра ну то есть она выглядит симпатично я веду если сравнивать джорни то довольно обычно но неважно american track simulator станет первым симулятором большегрузов американ драк симулятор нет рак больше грузов от студии csc software в котором нам предстоит сменить европейские автобаны на американские хайвэй сперва будут доступны два штата калифорния и невада дальнейшем игроки дальнобойщики получат свое распоряжение аризону что примечательно бесплатно что одна пустыня что другая пустыня ну есть грузовик и ехать два часа вперед прекрасно что может были может будем стримить причем их смотрят да да пошла пошла в кабине с нами я буду знаешь этим хич хайкером который поймут остановит тебя это меня выше подводить отлично сделаем театральное представление вот твичевое представление я буду штурманом я буду сидеть атаку с навигатором да 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 прочие кусочки америки будут добавлять должен вот так вот ехать в виде платных дел си то есть аризона на халяву все остальное за бабос постепенно количество доступного контента в 10 раз превысит стартовый набор как уверяют разработчики числе извиняюсь обещанных обновлений новой марки большегрузовых машин ну то есть таких-то иногда трясет из-за проблем с лицензируем в релизную версию войдут лишь два типа грузовиков не не богато хотя я не спец в таких симуляторах может быть два раза больше чем обычно в новом трейле авторы предлагают взглянуть на бескрайние американские просторы мощные грузовики я думаю паша вам уже все всю красоту продемонстрировал ну красиво да еще и под под музыку группы fox and low не такого симулятора что вас заедает кассеты выслушать не ну приятника сары как классно поставим вот этих вот короче будет я не играл поэтому не сложно говорить но по моему чему когда выходили на ты просто едешь вперед и продал мне уже 3 февраля я продал тебе же игра отлично пойду к нему пиарчик вы работать вот в общем ребят следующая неделя в среду давай ждем стрима тарика да да и с этим заболончиком да и с овсиенко ставьте обязательно овсиенко да да мы живем сгибается неважно план поехали дальше тут больше мне нечего сказать еще одна главная новость чуть менее главное чем american track simulator новый турнирный сезон панзар начнется феврале 7 февраля то есть следующее воскресенье начинается 16 турнирный сезон мальчик будет проходить в трех лигах бронзовая серебряная и золотая каждое воскресенье в 7 вечера по москве особый акцент то что золотой лиги будут разыгрываться денежные призы соответственно в них в этих турнирах могут участвовать лучшие команды россии и ближнего зарубежья призовой фонд не очень большой но учитывая что он каждые четыре недели проходят в принципе нормально если нет если это не совокупный фонд на каждую неделю туда это хранит не на каждую неделю там типа сезон идет четыре недели сезон идет постоянно один заканчивается следующий а там сезонами 15000 рублей до выиграть до выиграть приз может вообще любая команда которая достаточно хорошо показала себя в розовой лиге туда пускать всех желающих добилась хороших успехов в серебряной лиге и вышла в золотую ну то есть у любого человека есть шанс если вы хотите попробовать можете зарегистрироваться и получить неделю активного vip аккаунта с использованием особых амулетов для этого нужно ввести код золота при регистрации в личном кабинете игры вообще у игры банзар началась 2 рождения после того как вот ребята они же вышли на китайский рынок и теперь у них второе рождение и блин я за них очень рад они кто что очень хорошие милые ребята и делал хорошую игру московский разработчик вообще такого сейчас почти нет я помню на игра мире были турниры у это был давно сейчас вот у них вторая вторая волна в общем началась сейчас у них уже меняется игра немножко кинотеатрах 5 волна у них да да вот и все время имеешь в прошлом сезоне в прошлом году стримили панзар вот и она довольно на самом деле неплохая и выглядит хорошо да и подкупает то что да можно ну то есть любой желающий может собрать команду идти в бронзовую лигу там выиграть ну подзанять по первое или второе место из них попасть серебряную и так далее потом золотой там конечно жесть золотой лиги там я играл с людьми золотой лиги во на стримах это очень больно но в бронзу я думаю есть шансы у всех вот при должном желании но очень-очень круто я за них только очень рад все что я могу сказать по этому поводу я рад за компанию банджи наверное или нет скажи мне радоваться или нет запито порадуйся запито парсонса нового президента компании банджи ура не знаю кто ты нас двора геральт гаральд райан возглавлявший банджи в течение десяти лет оставил пост президента студии но это была новость еще вчера да но мы у нас вообще все новости вчерашние местность что он оставил пост ну да я не был на что-то я не понял твоих тайных сигналов посылала вот а причинах отставки и дальнейших планах ран ничего не сообщил новой главой студии стал один из ветеранов банджи пит парсонс ты ему доверяешь паш как человек который горит в destiny ты вообще как тебе вот эти движухи в общем судя по тому что паша не в курсе какой не уровень загуглились до какого пита парсонс уровень в destiny улыбку не очаровательно я не уверен что это не гарольд райан понимаешь я не знаю кто из них тут на фотографии сказки на счастливый да наверное довольно вот рабочий компании работают уже 2002 года прежде он занимал пост исполнительного продюсера но смысле его просто но он не не сказать что начало какой-то далекий от банджи это прямо сроднившийся чем не ну 10 лет проработал в банджи я думаю все норм 10 лет 14 могут 14 я читать не умею все знают уже все нормально вот 14 лет до проработал в банджи и ну можно ему наверно доверять до стены я уверен что он приложил свою руку к разработке не только даст и да и хейла и вообще нормально все нормально чуваком рады да наверное я хочу сказать играющим в destiny главнейшая цель у меня и у банджи создание прекрасных игр которым которыми мы делимся с вами я считаю destiny уникальным проектом но думаю лучшую работу нашей студии вы еще увидите данный зацена будет достигла мне кажется что здесь должен быть комментарий я на кузов лего наш как просто комментарий ваша тоже спереди в дистине во всю его дно я прикольно у него усы таки да пашка это не прикольно это нет а уже шутиль на эту тему даже женский взгляд что он похож на шелдона немножко борода и шелдон нет бороды но когда он вернулся с полярной станции я дропнул на теорию большого взрыва ну вот главное для меня завершает пиццу речь на этом посту чтобы студия выполнила мое обещание но какое поздравляю поздравляю тебя пит зря с новой должностью фанат главный фанат заместитель главного фаната дистину нас в редакции павел болотский говорит вот поэтому ну чтобы вы знали destiny изменился руководство вот и все вот поехали дальше поехали дальше тоже онлайновые новости трейлер total war arena показал седьмую карту для игры герговия называется эта карта я не знаю что это такое мне показалось что типа типа джорджия грузия георгия я вот так и хотела прочитать и поэтому с таким трудом вот это выговорила в самом центре на георгии расположилась поселение со множеством узких улочек крутых поворотов и укрытий игрокам будет непросто сражаться здесь отступать некуда воин оказавшиеся в переулках обречены какая позитивная карта да вообще отличный отличный подгон на самом деле там в этом ролике креативный директор рассказывает про всякие интересные фишки не только сложности но и какие-то классные особенности этой карты которые к сожалению я не до конца досмотрел поэтому не могу рассказать ползу гербовия как так ты как-то должен рассказывать гергоф гергов гергов позовем гергова как нашего эксперта ну что можно сказать присоединяйтесь закрытым бета-тестирование у нас сайте игры когда она выйдет еще попробуйте присоединиться можете оставить свою заявку и довольно тусклой мы брали интервью это не не у разработчиков приезжал на игромир даже есть на нашем канале в записи может есть кому интересно может посмотреть это не не главный тайтл серии total war это такая побочек эксперимент по большей части ну скорее да чем нет вот так что можете да смотрят по ней проводят стримы в общем можете если вам интересно посмотреть но меня честно не цепляет она у меня total war меня цепляет только большие серьезно он был красивый очень да и вообще там обычно все хорошо но вот этот какой-то для меня непонятный лично total war поэтому я и к нему отношусь довольно прохладно вот следующая новость от студии insomniac она анонсировала song of the deep песенка про метроида да студия анонсировала игру которая посвящена подводным приключениям девушки мэрин погрузившиеся в морские глубины в поисках своего отца song of the deep это так называемое метроидование платформы с прокачкой персонажа для проникновения в прежде недоступные места героине предстоит тщательно исследовать подводный мир и часто возвращаться в уже посещенные локации на глубине мэрин будет передвигаться на одноместной субмарине время от времени проплывая отдельные участки локации самостоятельно главным местом действия song of the deep станет затонувший город скрывающий множество секретов и закат и загадок в своих путешествиях мэрин повстречает опасных монстров которых ей предстоит одолеть вот так как сказка да потому что так и выглядит как сказка и описание как сказки в бою поможет та самая субмарина которую можно улучшать song of the deep выйдет летом на актуальных платформах вот знаешь когда я был тизер типа позавчера мы о нем рассказывали в тизере камера просто опускалась на дно океана и мы такие подумали игровой батискап что же это может быть такие думали думали захар сказал хочу новый резистанс вот на что я вычитал в чате подсказку и был что это очень очень похоже по но тизер естественно где просто камера опускается на дно океана очень похоже на губку боба да 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 вот и и да и но к сожалению это не сдюжили что я я люблю губку боба нет смысле это же лицензия же покупать николодиан не обязательно покупать если николодиан сама закажет игру ну как бы инсомниак чуваки которые сделали резист ну хотя он их речит он кланк почему нет за фильм скоро выходит и игра выходит вообще-то но игра то у них постоянно ходит от меня не постоянно это тебе бери бери это ремейк первой части а сам с 2 1 еще на пасаде не не запросто вот последний был декстер который детский детский декста вот я люблю метроид вани я в них конечно давно уже не играл но я люблю метроид ладно давай я не люблю нинтендо у меня есть 1 ds потом чудо слайд у меня есть 2d ну 2 ds у меня есть в и у меня есть dmd в конце концов у тебя смотрю большой сундук но я не этим ничем сейчас не пользуюсь на 2d спылиться понимаешь вот я просто так что захар знаю любит метро я просто не люблю как захар который вы уже новая игра нинтендо вот так нет конечно так себя тоже не ведет но это ближе чем то как я себя чувствую по отношению к нинтендо ну то есть георг может я еще в чем дело я не различаю игры по платформам вот вышла хорошая игра мне она нравится независимо от того какая то консольный дальтоник я вообще игровой дальтоник мне плевать на чем игра выходит и мне кажется это единственная верная позиция и вот и после этого оскорбляешь монумент вели мобильные платформы это не платформы это не консоль это не платформа игровая большая серьезная вот когда там найду начнут выходить самостоятельный потрясающий игрок чего не произойдет никогда потому что это там не нужно вот мобильный гейминг он мобильный гейминг вот все хорошо не я люблю я купил монумент валя он не есть для него играл он прикольный мне он наскучил однообразная загадка еще одна однообразная загадка еще одна читать сюжет мобильных играх там нет читать но смотри немножко там до диалоги в конце появляются но смысле тут слушай нет она трогательный окей будь я не знаю 16-летняя девочка был бы от него в восторге будь я 16-летняя девочка это же было бы от нее в восторге но ты хотя бы выполняешь одно из двух условий что хотя бы девочка ну вот игра мне понравилась просто нам ну чтобы чумы так много не говори и продажи должны в общем метроид ваня про субмарину который можно апгрейдить в игре что-то можно апгрейдить она получает меня маленький плюсик сразу вот в ожиданиях но если вы разрабатываете игру и нароком знаете что вы знаете чем подкупить да я люблю когда ты можешь такой знаешь прийти залезть в меню и пять минут ковыряться в апгрейдах такое боже что самое главное чтобы визуально еще как это выглядит тоже отличалась а не только вот естественно как метро и девочек ждем я жду ладно захар ждет заочно я уверен он дикий фанат метроид ваней оставь ребенка в покое ну ладно поехали дальше давай про онлайн вернемся дополнение тивз гилд для the elder scrolls выйдет в марте первое дополнение но это первое дополнение второй или третий раз воров даты выхода известно стали наконец-то это первое дополнение выйдет для на пк 7 марта 22 на xbox one и 23 для playstation 4 собственно напомню что там будет новая зона штаб-квартира гильдии испытания босс гильдии воров да очень круто но и знаю у нас много кто в россии средства не играет там такой ценник мягко говоря такой но сайта про playstation 4 сейчас говорит она кстати в стиме тоже не не дешево стоил уровень 4000 подписка стартовый набор я не знаю я хорошо отношусь все хорошо относится к зелдоскроу да но не играю поэтому это на любитель не скорее например тоже не очень понравился нет скорее норм но как бы ну я в него наиграл жалких 10 часов но мне понравилось не зашло мне я не могу от первого лица мне тоже не очень нравится поэтому я пересиливал себя мама я вообще не играю потому что это столько времени жрет что мне просто как подумаешь что чтобы хоть чего-то добиться нужно потратить времени столько сколько я на работу могу не тратить там недель например не трачет работа не чуваки с играми такая ситуация что с онлайн играми что ты обычно если играешь ты играешь в одну да 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 потому что потому что у меня есть серый мостик сич я играю в него вчера я узнал статистику рассказал ребятам у тебя тоже скажу девят два часа наиграл одет вот да я тоже с собой немножко дойдешь до моего реконда города в animal crossing что 150 или 200 я уж не помню там слушаю я щербицком помза 500 что это человек на который ты хочешь равняться нет просто говорю что рекордсмен из моих знакомых она рекордсмен 150 на animal crossing блин ты монстр или больше монстр просто проверить кто сомневается в том что полина геймер вот пожалуйста доказательства безумный геймер вот 150 часов в игре когда морковку я 20 часов потратил на марио пайкрос что ну это японские кроссворды в стиле марио которые на выходили на virtual console на геймбой некоторые вещи лучше не знать я понял я понял лучше не знать некоторых вещей на sims я даже боюсь спросить сколько ты времени потратил там не считается слава 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 статистике да ладно перейдем в общем поздравляем всех обладателей elder scrolls онлайн наверное кто ждет с нетерпением гильдию воров хотел всегда воровать на виртуальных денег или еды и теперь у вас есть эта возможность официально тем временем юбисофт рассказала dlc для the division наконец-то интересная новость вот юбисофт вчера поведала о платных обновлениях и бесплатных в том числе для том клэнсис the division которая сейчас находится в полу открытом бета-тесте ну то есть многие кто хотел получил доступ он как бы закрытый бета-тест но ключей раздавали сполна и мы в том числе сейчас уже закрыли эту лавочку ключную а да собственно я читал что там они достигли такой ажиотаж был до что пока вам достигли лимит и больше ключи не дают народ пишет в комментариях что сайт упал даже да за сама юбисофт уже не раздает но есть там ритейлеры которые или на пластичный а господи напихай я говорю на playstation 4 помда да паш не помнишь на playstation 4 больше не дает юбисофт ключей за предзаказ да поэтому сейчас если вы закажете playstation 4 division предзакажите вы не получите как всегда поздно собрались при заказе раньше может как всегда вот больше не сможете получить ключ на бета-тест движим потому что ключи истякли но ребята отметили что если вы закажете где-то у ритейлеров которые будут выставляют ключи то у них ключи то есть потому что юбисофт ну как они берут вот делают пачку ключей раздают партнерам и сами раздают то что у них было они уже все отдали но не бывало интерес дивизион принципе оправдан потому что игра вот мы вчера стримили xbox версию мне очень понравилось я в нее поиграл паша с ядом играли тоже вроде остались довольны и сегодня еще пока версию будем стримить поэтому не расстраивайтесь 3 часа да так вот про dlc они выйдут после релиза самой игры в течение года выйдут эти dlc помимо мелких обновлений игроков ждут три крупных дополнения которые добавят новые локации другой контент с выходом обновлений в том клэнсе the division появятся новые режимы речь идет к примеру о групповых операциях на которых игрокам будет давать уникальные награды но тут ничего не обычно всякие мелкие делся мелкие дополнения будут бесплатно выходить крупные за деньги на появится три платных дополнения под землей выживание и последний рубеж первое откроет доступ к новой зоне находящейся под нью-йорком и я помню я читал в пресс-релизе что это будет ну да под землей да там уже есть метро но там нет больших локаций под землей пока что в бетке во всяком случае я думаю в релизе это будет ну вот там можно будет ходить с тремя друзьями на как в принципе в обычные сейчас операции можно ходить в команде из трех друзей вот вот второе добавит новый режим выживание соответственно он будет называться и в нем будет нужно будет выживать я так понимаю это что-то будет типа волна врагов и смеси с чем-то еще в общем сложно нужно будет выживать и не помереть в очень сложных условиях и последний рубеж о нем пока ничего не сообщается будет информация позже в этом году я думаю как ну это самый релиз самого DLC во-первых неизвестно когда точно будет но он будет последним поэтому информация о нем подоспеет наверняка ну вскоре после релиза при покупке season pass игроки будут получать доступ к платным дополнением по мере их выхода в день релиза обладатели сезонного пропуска получат дополнительный дополнительную двустволку и набор уникальных скинов для формы и оружия том клэнсида division выходит 8 марта на пк playstation 4 xbox one мне очень вчера понравился я прям влюбился я люблю юбисофт юбисофт лучшая компания в мире давай расскажем про не самую лучшую компанию в мире electronic arts новость забавная на самом деле такая серия шутки юмора геймеры шутят вот инстаграм твиттер и кажется не до инстаграма твиттер и я объясняю терроризирует компания electronic arts в инстаграме титре комментариями с одним да с одним словом скейт 4 скейт 4 это игра которая еще не вышла есть игра но есть серия скейт да очень круто очень популярно очень крутая последний раз она выходила наверное года господи 7 назад я не возьмусь репринт третьей части был четырнадцатом году до этого игра выходила еще сколько лет назад люди требуют требуют требует требует скейт 4 все комментарии которые вы откроете в инстаграме последним записям не только последним даже к е3шным записям electronic arts они все содержат одно слово скейт 4 скейт 4 скейт 4 безумные скейтеры фанаты объединились решили затроллить electronic arts внезапно я не знаю это флешмоб скейтеров я не знаю может но это мог бы с реддита началась эта тема вот и при этом еще выкладываются ролики на youtube всякими блогерами в которых запечатлены всякие гличи и смешные моменты из скейт 3 а там их много вот да да там ну посмотри и надеюсь что паша сключит там очень смешные моменты есть там где чувак падает у него голова там отлетает или застревает прыгает и падает сквозь пол вот есть по-моему будет момент вот смотри вот классный и там вся игра примерно очень круто я в скейт 3 не играл я играл скейт 1 дико нравился скейт 2 бежал бежал да и умер да ну давай не будем сейчас 8 минут комментировать ролик да давай мы только division будем комментировать да потому что division великолепен и он существует в отличие от скейт 4 понимаешь а есть еще одна классная игра называется го го да а ты хочешь уже троллит троллит не знаю повлияет ли это на электроникарство возможно если они сомневались делать им скейт 4 кому-то она нужна или нет теперь она нужна а вдруг это разработчики скейт серии такие чуваки поддержите нас пожалуйста и они такие ну не вопрос да и начали досить практически социальный аккаунт и я ну давай дальше да около игра мы перейдем к около игровым новостям компьютерная программа победила трехкратного чемпиона по игре в го что довольно удивительно для меня я ожидал что кто игра она такая там надо переставлять не хочется их съесть это будет больно ты сломаешь себе зубы потому что они не мягкие но можно но можно же мандем сами играть они так наверное похожи интеллектуальная игра полина питающая мозг если они из шоколада хорошо на самом деле замдав ты там когда отвоевываешь территории ты можешь их съесть да хорошо стрим полины как она играет в го и поедает чужие фишки с артемием он недели в москве приходи приходи будете играть с ним в гон из тремя а потом дальнобойщиков обалов дальнобойщиков уже будете без зубов потому что все нормально так вот компьютерная программа альфа га выиграла утрех это и да есть не знаете это по-моему древней китайская игра вот да и ну типа она выглядит может быть и очень просто вот вы сейчас смотрите вот что там белая черные точка на самом деле там вы нас мозга полный надо быть супер супер умным чтобы выигрывать стратегическая игра да у трехкратного чемпиона европы по игре в го фань хуэ в матче из пяти партий со счетом 5-0 альфа го выиграла с ума сойти трехкратный чемпион европы по игре фань хуэ фан хуэй да трехкратный чемпион европы но что европы а в европе китайцев нет да вот вот и вообще китайцы вообще больше всего на свете неудивительно что они есть везде и чемпион европы трехкратный группа людей которые играет в го приехали в антарктиду и строю чемпионат антарктиды знаешь почему он в европе трехкратный чемпион потому что наверняка в китае на сотом месте находится в турнирной таблице да потому что это еще топ не от хорошей жизни понимаешь китаец в европе становится трехкратным чемпионом и проигрывает компьютер вот да это первый случай когда компьютер победил профессионального игрока в го без какой-либо форы матч состоялся еще в октябре однако подробности стали известны только сейчас до этого альфа го победила другие программы по игре в это просто альфа го победила другие программы по игре в голову в 494 матчах из 495 интересного 2 участвовала в этом кайс гол там альфа го победила кайс гол да да было бы неплохо но я речь идет о других программах которые еще hitman go до лара крофф го разработкой альфа го занималась компания deep mind купленная google в 2014 году хитрый google побеждает китайцев в го в марте альфа го встретиться с корейцем ли седолем я надеюсь я правильно прочитал его имя прости ради бога если ты смотришь на который считается лучшим в мире игроком в го за последние десятилетия вот видишь потому что кореец победил китайца его изгнали из китая и он пришел в европу чтобы занять первое место я понял прикол да хитрый план хитрый основной сложностью для компьютерных программ считается большое число вариантов ходов и комбинаций что фактически исключает возможность механического перебора всех позиций и приводит к необходимости разработки алгоритмов самообучения по мнению специалистов google достижения альфа го можно сравнить с шахматной победой компьютер deep blue компания ibm над гарри каспаром в 97 году судя по всему с гарри каспаром было проще я думаю что альфа го и вообще сейчас в тряпке разорвет к программу deep blue если вдруг они встретили еще быть и ближе будет пытаться в шахматы да поэтому у него вообще нет шансов вот такая вот забавная около игровая новость скажем так но она даже не около игра на игровая абсолютно это игра когда древние технологии игра на самом деле очень крутая медитативная если вот мне кажется я в старости буду в нее играть со своим соседом болезнь дальнобойщиков я не буду играть потому что тоже медитативный сидишь там что-то так что-то такое переключаешь бургеры борщик бурщик ты вообще американских дальнобойщиков представляешь себе я твою старость представляю себе не буду борщик в старости есть спасибо не надо я буду есть бургеры как длиннобойщик кстати вот давай к своей новости про про кино новость про кино как бы упавшая летающая тарелка до прорекламировала новый сезон секретных материалов на самом деле она не упала ее просто подложили компания fox устроил очень интересный pr-ход они организовали как называется как бы сетап вот это вот как бы вот декорация да да подстроили как будто бы на месте упала до подстроили аварию вот этой вот тарелки летающие упавший скульптуру установили у одного из крупных супермаркетов рамках рекламной кампании поддержку сериала секретные материалы вот макет достигает 8 метров шириной 5 метров высоту то есть выглядит достаточно убедительно вся территория которую как бы упал этот корабль была огорожена внутри дежурит люди в защитных костюмах ну то есть такая до перформанс такой интересный в общем это очень похоже на политическую кампанию им нужно было не просто привлечь внимание старых поклонников но и рассказать об этом феномене новым нефагом который может быть не успели что даже родиться когда закончился этот сериал продвигать то его надо никогда не смотрел секретные материалы смотрела это же книжки читал это как играть в игры по дальнобойщиков да ладно я в детстве очень нравилось не он был прикольный но это курильщик таинственный чувак наши проблема была в том что я типа смотрел не с первой серии я все время выхватывал ну да конечно я такой что в этом серии происходит вообще то есть сестра малдер то нет молдера сестра что-то там или все время и я каждый раз выцепляю какую-то серию рандомную и такой смотрю и думаю верно там какой-то глубокий смысл надо будет как-нибудь посмотреть недавно пыталась посмотреть вот с первого сезона это так смешно в смысле там такие наивные используются какие-то приемы знаешь сериалу миллион лет да 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 он старенький при том что чуть-чуть моложе чем twin пикс да по-моему не моложе ни одного разуме моложе да ну может на год у них там разница но это реально начала 90 92 93 год вот причем что они и сами актеры не сильно изменились 93 год этот в общем совсем не отобрание детства затронула вот главный герой нового мини-сериал состоящие 6 серий те же самые что и раньше это дана скале фокс малдер их роль играет те же самые актеры джилин андерсон дэвид духовный которые к их между прочим чести не сильно изменились правда за это время суммы жилин андерсон в смысле она не прям не сильно прям постарела на грим творит чудеса полин может быть но дэвид духовный хорошо в калифорнике но он просто анджелина андерсон в сериале the fall она тоже хорошо да но не они выглядят хорошо естественно не сильно изменились за двадцать блин пять лет почти не сильно не правда причёски те же самые абсолютно вот эту но не знаю ну короче то как наши звезды кино и эстрады меняется за 20 с лишним то как отменяется вот те товарищи уровень жизни немножко разный но я думаю делать не уровне жизни дело в этом как они о себе заботятся ну я что я хотел добавить еще впав вчера или позавчера секретные правительных секреты пресса правительства сша рассекретил фбр рассекретила материалы по летающим тарелкам серьезно то есть по зоне 51 вот это все эти дела у нас никого нет нет и там там такая чушь что люди читают и слушать или от секретных материалов было правдоподобнее чем то что у вас написано то просто показание свидетельки то пьяных дальнобойщиков китары днеков типа что вот я пошел доить корову вдруг смотрю она улетела то есть вот вот какая-то чушь полный было засекречено 70 лет понимаешь ну успеет вопрос я говорю они игры они открыли и там ничего нет да но это не все на самом деле еще архив это часть самая ранняя часть архива касающейся сезона 51 и многие посчитали что рассекречивание было приурочено как раз к запуску сериала x files что типа 20 век фокс заплатил фбр за то чтобы они вовремя рассекретили этот фокс заплатил фбр вообще человек вам пришла в голову вообще просто построить предложение даже таким образом в интернете ты молодец друг ты гений конечно же можно быть теоретически первой компании но думать о том что фокс заплатила фбр она как бы смешно а сейчас сидит кто-нибудь свар такой черт меня раскусили надо удалить этот твич канал срочно срочно забанить до цру вот говорят они фбр в камен в камеру да ну окей цру небольшая разница я имею ввиду кому платить своем воображении денег цру или фбр но тем не менее да естественно два разных подразделения я могу сказать что секретные материалы рекламируют сейчас московском метро и это довольно приятно потому что в остальное время там играет такая трошачина что хочется не знаю уши себя отрезать и выбросить у нас очень популярны были x-files поэтому да и запуск кстати сериала всего там три дня разницы да да три дня разница на тв3 он будет или где-то там уже идет в общем рекламируют в метро и это очень круто потому что в остальное время там такая джей в метро просто я хочу посмотреть в глаза человеку который подбирает музыку для того чтобы включать его в метро она как будто не знаю ей лет сорок этой музыки понимаешь 30 40 лет мне кажется 60 и 70 да может и даже разный момент у них разные сегодня дискотека сороковых а завтра у нас будет дискотека шестидесятых метро песни военных лет очень часто включают там или до военных или каких кинофильмов там 70-80 в общем на фоне этого x-files это я когда услышал господи спасибо я так прям прислушался вслушался во всю рекламу целиком и теперь когда слышу в метро в очередной раз я с удовольствием слушаю потому что как глоток свежего воздуха вот так вот они превратили поездку в метро в удовольствие да вот ладно перейдем к теме дня тема дня довольно забавная фанком анонсировала новую игру про конана варвара в открытом мире ничего 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 их не учит история да мне не открывается страница поэтому я расскажу по памяти у тебя есть открой пожалуйста у меня есть интернет а игроманина кто-то сайт игроманина сломал это цру 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 ай-яй-яй вот в общем чем суть там на самом деле не так много о чем говорить я в принципе помню фанком компания которая делала игру предыдущую про конана это было ему по моему играй да это было в кона называлась да происходи и в этот раз это будет не м м а это будет игра с мультиплеерными элементами то есть видимо нас ждет синглплеер с каким-то возможностями взаимодействия с другими людьми и помимо прочего а у тебя заработал сайт великолепно помимо прочего там будет выживание в пустоши потому что как говорят сами разработчики что может быть прекрасней для выживания вот не найти лучших декораций для игры про выживание в открытом мире чем вселенная конана хайбория удивительная земля на которой способны выжить лишь сильнейший неважно чем будут заниматься игроки убивать животных ради пропитания сражаться с противниками ради пропитания и другими игроками ради пропитания или строить поселение ради пропитания это уже естественно мои фантазии главное чтобы они при этом чувствовали что здесь действительно борются за выживание ради пропитания сказал творческий директор фанком джоэл байлас и и появился ролик в раннем доступе игра появится на playstation на pc господи прости летом дата выхода финальной версии игры не называется но я оговорился сказал playstation вместо pc до проект разрабатывается для пока и консолей но ранний доступ пока обещан только на пока ну это логично они ну то есть у них пока это основная в приоритете надеяться привлечь тех кто когда-то играл от этих айборин адвенчерс да ну собственно и джофф конн который они делали хайбори адвенчерс от фанком я не помню но я я помню что пресс они они отзывалась довольно прохладно об этой игре там был смешной бак с грудью женщины которые то увеличил то есть да даже женщина стоит что говорит они группы как куб-куб-куб-куб то есть вещь и замечает вещи и замечается это был самый главный новости на язвелинг-поин вообще игры но это была самая главная новость после того как игра вышла сразу самая громко 2 была грука но что у них там все очень плохо что там крах терпит и ищем не закрепли попадался на глаза какая-то новость мне кажется или она мне приснилась конечно может быть кто знает но по моему есть какие-то слухи что вроде как собираются делать продолжение фильмов про кубаку про конана с шварценеггером главной роли на что я не приснилась вот на что я могу сказать что это странно ну старый конан был же перезагон был же фильм про конана с этим с другим чуваком не просто с другими чуваком а с халом дрога из игры престолов между я просто не слежу за этим я просто поняла как они сделают его снова молодым и красивым знаешь есть такие костюмы которые надеваешь они всем типа мускулы он просто наденет такой костюм мускулы такой да и вы я человек молекула ну и намажут до морщинки сгладить нет я не представляю что ну то есть это это уже это издевательство какое-то над старым фильмом мне кажется что надо она убрать уже нового актера шкому как кому сейчас старый шварценеггер нужен в роли конана раздетый по пояс голышом взрослый человек это знаешь как сериал по мультсериал запустили по королю льву там где симба уже тоже старый большой лев у него уже там внуки появились вот там про внуков может так же будет если будет также окей но если конан будет притворяться молодым бегать прыгать по горам там знаешь как индиана джонс причем ну понятно что это будет делать основном дублеры это будет очень хорошо видно но еще я не знаю парафильм я не знаю почему я заговорил так вот и заговорил не знаю почему так много делают игру пока он не запчут такой вдруг опять интерес к франшизе по кону она у меня есть свои фанаты у вселенной вообще она занимает такую стоит плотно на своих ногах до не крути ему голову это чревато последствиями ты говоришь как будто это я сделала нет я просто показываю что может быть вот конан я я из последнего что я вообще с конаном не связано это фильм который вот собственно выходил и все в игры я не не играл но было бы интересно посмотреть на то как они реализуют книжную вселенную в этой игре возможно современные технологии позволят сделать это круто а про старого кона что что он да ну вот как и криво просим тогда ладно одобряю новый фильм с шварценеггером про конана если он не но играет не главную роль вот конан сын конана так будет называться зуб даю canon 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 сын конана да отлично отлично мы с полиной должны вообще придумать название ко всему что есть в этом мире на этом наверное надо заканчивать потому что ну пока ничего нет я думаю что будет чуть больше да чуть больше информации в будущем про конана появится что-то может быть связано с геймплеем где можно будет хотя бы понять на что это похоже да потому что пока что это типа ну вам надо выживать там животных убиваете ради пропитания строите потому что звучит как фоллаут 4 фоллаут 4 до в котором еще добавили хардкор мод хардкор режим где еще надо есть праймал и фоллаут 4 вот в этот варкрай праймал и фоллаут 4 смесь получается вот крафта нет понимаешь в общем ничего пока не понятно но интригует не более ну что перейдем тогда к розыгрыше сейчас разыграем 3 gt gift карты среди наших платных подписчиков прекрасных любимых давно этого не делали появился подписчик субмарина рнахт отлично великолепно сколько ночная субмарина человек слова слова покидают меня 148 великолепных людей среди которых мы разыграем эти карты давай рандом сколько у нас разыгрывается 33 у этого кстати такая большая головина так трясется прям поишься что она отвалится 126 и ник как его зовут я за юзефка мурадян это из блатборна поздравить тебя юзефка прекрасный человек подарил мне на игромире аудиокассету из металл гиры подкупил 57 был уже выигрывал до поздравляем 134 и это походу до поздравляем всех победителей ждите смотрите проверяйте личку радуйтесь победам терпите на то есть умеете справляться с поражениями ждите своего часа с вами были полина малахова артоваз мародиан и павел болотский увидимся на следующей неделе ну или сегодня стремя 3 часа пока